Жизнь ворок! Жизнь ворок! Антология Уркагана. Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. В Сочи скончался 80-летний вор, в законе Луасом Трецкий. Как стало известно Prime Crime, 13 ноября 2021 года, в Сочи после продолжительной болезни ушел из жизни, 80-летний местный вор в законе Михаил Никурадзе, более известный в криминальных кругах как Луасом Трецкий. Впервые Луас был осужден по указу в 1960 году. До развала СССР самтредец еще пять раз попадал за решетку. Помимо грабежа, побега, сопротивления и мошенничества в послужном списке Миха Никурадзе, значатся такие экзотические статьи, как недонесение о преступлении и нарушении правил дорожного движения. Находясь с середины и до конца 80-х в тюрьме Тулуна, Луа оказал существенное влияние на распространение воровской идеи в Восточной Сибири. Последний срок, полтора года колонии, ветеран воровского движения, которого сочинские оперативники не оставляли в покое, а тянул за патроны по приговору Адлевского суда, шесть лет назад в Пермском крае. В прошлом году воровской стаж Луа перевалил за 60 лет. Из шести действующих воров уроженцев Самтреде и покойный, являлся старейшим. Итак, давайте коротко пробежимся по биографии вора, в законе Луас-Амтрецкий. Смотрящий за Сочи вор в законе Луас-Амтрецкий. Михаил Некурадзе родился 10 августа 1941 года в поселке городского типа Кулаши, в пригороде грузинского города Самтреде. С малых лет по заверениям соседей, еще помнящих о мальчике, хулиганил. А в подростковом возрасте и вовсе принялся совершать кражи, так свойственные старому поколению воров. За это попадал на беседы к местному участковому. Однако разговоры и угрозы тюрьмой не повлияли на парня, и он, так ни разу не проработав на государство, продолжил воровать. Свой первый и сразу крупный срок, 10 лет заключения, Некурадзе получил в 1960 году. В ту пору преступников, совершающих хищение государственной собственности, карали жестко. Так и Михаил попался на этом преступлении и отправился отбывать наказание в тюрьмы ГУЛАГа. В первый же год нахождения в лагере, он и был коронован, и стал известен в среде уголовников, под прозвищем Луа Самтрецкий. В тюрьмах Некурадзе добавляли сроки, так как и здесь он умудрялся совершать преступление. В конечном итоге Луа Самтрецкий оказался на свободе, только в 1989 году, выйдя из Тулунской тюрьмы, когда воры в законе, находящиеся на воле, уже стали переквалифицироваться в ракетиров, забросив кражи и воровство. Михаил Некурадзе, естественно, еще в колонии узнал, что как таковой воровской закон на свободе перестал существовать, в истинном его понимании. До него это донесли появляющиеся время от времени в тюрьмах, воры Лео, Цыка, Ризо Батумский, Паат Большой, Славка Крыл и другие, смотрящие за Сочи. Луа Самтрецкого уважали как ревнителя воровской идеи и человека, проведшего практически всю жизнь за решеткой. Поэтому, когда он оказался на воле, то тут же с благословения Сходняка отбыл в курортной Сочи. Как-никак, старому законнику требовалось подлечить здоровье, которое он подорвал в лагерях. В городе быстро узнали, что на территории находится уважаемый вор. Местные бандиты стали обращаться к нему со своими просьбами о помощи или о разрешении конфликтов внутри криминальной среды. Старый законник, почитающий воровской закон, разрешал споры, руководствуясь понятиями. В итоге правые оказывались всегда в выгодном положении, в отличие от тех, кто переступал дозволенную, даже по меркам криминального мира черту. Ходили на поклон к Михаилу Никурадзе и местные коммерсанты, у которых случались проблемы с теми же бандитами. И здесь законный вор принимал сторону исходя, не из авторитетности человека, а смотря на его поступки, из-за чего люди пришли к такой ситуации, которая требовала вмешательства смотрящего. Впрочем, и правоохранительные органы знали, что на территории Сочи находится старейший вор в законе, который явно влияет на криминальную обстановку. Оперативники начали мешать Никурадзе в его делах. Несколько раз его выдворяли из города. Но всякий раз Луас-Амтрецкий возвращался в Сочи, считая курорт своей вочиной. Стоит отметить, что Михаил Никурадзе имел влияние и далеко за пределами города. Зачастую он участвовал в воровских сходках, касающихся вопросов Краснодарского края, и каждый раз его слово было на них весомым. Наиболее плотные отношения у Луас-Амтрецкого сложились с кутаистским воровским кланом, лидеров которого Терриэла Аняни и Мираба Джангвиладзе он знал не понаслышке. В то же время он не особо враждовал и с дедом Хасаном, в отчиной которого как раз и был Краснодарский край. Самое большое, что позволял себе Никурадзе, так это высказывать недовольство некоторыми из ставленников Хасана. Причем делал это не за глаза, а напрямую говоря человеку свои претензии. Срок для старого вора. 20 апреля 2010 года силовики вновь задержали Михаила Никурадзе. На этот раз в Солнечном Адлере, где у вора обнаружили газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Его сразу же взяли под стражу. В июне состоялся суд, приговоривший 68-летнего смотрящего к двум месяцам лишения свободы. Однако, учитывая, что это время вор содержался в СИЗО, он был выпущен на свободу. Сразу же у здания суда, Луас Амтрецкий был предупрежден оперативниками, что в том случае, если он останется в Сочи, то его ждет новое уголовное преследование. Однако вор не внял этим словам и остался в городе. Хотя по информации источника, попросил у оперативников неделю на то, чтобы уехать. В ноябре 2013 года полицейские сдержали слово и уже в горячем ключе вновь произвели задержание Никурадзе. В этот раз при нем был найден револьвер с двумя патронами. Законника доставили в СИЗО два армавира, а затем перевели в КПЗ Сочи. 20 декабря того же года суд вынес приговор в полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Михаил Никурадзе начал свой вояж по колониям. За весну и лето 2014 года он успел побывать в СИЗО 5 Ленинска, затем в СИЗО 2 Монастырь Казани, после чего его этапировали в ИК-29 Перми, откуда в СИЗО 2 Соликамска. Уже в мае 2014 года старейший вор в законе оказался в КП-23 Нероба, откуда вновь убыл в Соликамск. Последнее место назначения оказалось в поселке Всевятский Пермской области, где располагается ИК-10, крупнейшая колония не только в Гувсин по Пермскому краю, но и во всей уголовно-исполнительной системе России. Выйдя на свободу, Луас Амтрецкий вернулся в Сочи, передел за который его так и не коснулся. Придерживаясь нейтралитета в войне воровских кланов, он стал тем человеком, который устроил все стороны, своим присутствием в городе-курорте, сохраняя его от нападков беспредельщиков и от крупных разборок коллег. В 2014 году в Сочи был осужден старейший вор в законе. Как стало известно прайм-крайм, в Краснодарском краевом суде обжалуется приговор Адлерского райсуда Сочи по уголовному делу на тот момент по возрасту 73-летнего вора, в законе Михаила Никурадзе, более известного в криминальной среде по прозвищу Луа. По нашим данным, ветеран воровского мира был задержан в ноябре прошлого года в Адлере за револьвер и два патрона к нему. 20 декабря судья Екименко признал Никурадзе виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Напомним, предыдущее задержание Луа с оружием в Адлере датируется апрелем 2010 года. Тогда тот же судья Екименко отпустил вора в законе в зале суда, ограничившись в отношении него двумя месяцами лишения свободы, которые подсудимый уже отсидел. Гора родила мышь. В Сочи освободили вора в законе по кличке Луа. Как стало известно прайм-крайм, 21 июня 2010 года в Адлерском районном суде Сочи был вынесен приговор, на тот момент по возрасту, 68-летнему грузинскому вору в законе Михаил Никурадзе, более известному в уголовной среде по кличке Луа. Криминальный генерал был признан виновным в незаконном хранении оружия и приговорен к двум месяцам лишения свободы. Поскольку в назначенный срок было зачтено время, проведенное им под следствием, Никурадзе был отпущен в зале суда. Напомним, ранее неоднократно судимый уроженец Самтрецкого района Грузии Михаил Никурадзе был задержан, 20 апреля в Адлере, сотрудниками уголовного розыска ГУВД Краснодарского края. При личном досмотре Луа оперативники, изъяли газовый пистолет, переделанный для стрельбы, боевыми патронами калибра 9 мм, а также два патрона к нему. А в апреле месяце 2010 года, в СМИ говорилось, что, в Сочи задержан грузинский вор в законе. Взяли за ствол, как стало известно прайм-крайм, 20 апреля 2010 года, в Адлерском районе Сочи, сотрудниками уголовного розыска ГУВД Краснодарского края, был задержан на тот момент по возрасту, 68-летний грузинский вор в законе Михаил Никурадзе, более известный в уголовной среде по кличке Луа. У Никурадзе был изъят газовый пистолет, переделанный для стрельбы, боевыми патронами калибра 9 мм, а также два патрона к нему. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 221 УК РФ. В настоящее время Луа содержится в ВВС города Сочи. По данным прайм-крайм, ранее неоднократно судимый уроженец Самтрецкого района Грузии Михаил Никурадзе, является одним из самых авторитетных воров в законе старой формации. Последний раз он был осужден в 1986 году на три года лишения свободы. Свой срок Луа отбывал в тюрьме города Тулун, вместе с такими известными законниками, как Лео, Цика, Ризо Батумский, Паат Большой, Славка Крыл и другими. С конца 90-х годов Михаил Никурадзе обосновался в Сочи. Из уважения к сединам Луа его не привлекали к уголовной ответственности, но и мириться с его присутствием на подведомственной территории оперативники не собирались. Милиционеры неоднократно предпринимали попытки вытеснить криминального генерала за пределы региона, но Луа всякий раз возвращался. Осенью прошлого года вор в законе был доставлен в уголовный розыск, где ему недвусмысленно дали понять, что следующий раз, когда его схватят в Сочи, станет для него последним. Ветеран уголовного мира попросил неделю, чтобы убраться из города, но обещания своего не сдержал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...